Всем салют! Перед тем, как начать просмотр моего супер крутого выпуска, я хочу вам, я хочу вам сказать кое-какой группе. Вы же знаете то, что я продажный блогер. Так вот, одни ребята попросили меня об услуге маленькой. Есть такая вот группа, встречались бы Нижнекамск. Вот, всё. Первое официальное сообщество. Короче, есть вот такая вот группа, встречались бы Нижнекамск. Так что, если у вас нет второй половинки, вы можете зайти сюда и посмотреть, присмотреться к кому-нибудь. Я знаю, вот у меня друзья, ходит одинокий Алексей. Ты ведь любишь молоденьких девочек? Заходи, смотри, выбирай себе. Знакомься. Я вот уже, наверное, на одну подпишусь. Всё, начинаем смотреть выпуск. Жизнь с Альтером в погоне за счастьем. Третий выпуск. Хороший старт дал, не сбрасывай скорость. Ты на пути к победе. Ещё осталось малость. Поставив себе цель, будь уверен в своя сила. Все мысли прочь, разберись в своих сомнениях. Не теряй веры и терпения, надежды. Живи своей мечтой, тогда сможешь до неё дойти. Снимаем, в общем, сегодня суперкрутое шоу от Джина. Посмотрим, что из этого получится. Камеры не заряжены. Заряжены? Они просто, блядь, быстро садятся. По-другому делаться. И вот он! Здорово! Здорово! Это, короче, опять мы сделали то же самое, что, типа, мы не виделись. А что, надо будет пить? Да. Это же караоке-такси. Ты же сказал, что-то другое будет? Ну, ладно, будет. Будет караоке-такси с другими всякими конкурсами и вещами. Хорошо. Мне сюда договориться. Я просто рассказал свою историю. Ничего. Я вообще даже не хочу уже обсуждать эту историю, потому что вот тут вот она уже. О, давай я тебе прям, этот, караоке включу прям, чтобы тебе было легко на ютубе. Давай уже, уже вообще позже. Я вообще петь не люблю. Ну, я как бы и петь не умею, и караоке не люблю. Я тебе включаю песню, твоя задача её повторить без музыки будет. Итак, если у тебя хорошо получится, то девочки тебя начнут ещё больше любить. Это был собачий рэп. Это знаешь, дау-дау-дау-дау-дау-дау-дау-дау-дау-дау-дау. Это тоже такая объясняешь? Есть. Твоя? Нет. А че я? Это зип-масло. Скоро фит, шаришь. Зип-масло? Да. Вот как ты считаешь, что... ЗАНИМАЮСЬ СПОРТОМ Я СЕМ! ФАК! Ты слышал такое, что ли? Скоро! На! 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 Я не могу. В твоих красных глазах не было льда. Спасибо тебе, благодарю тебя. На южных пляжах венчались, сжимались кисти. Акустика, твоя нежность. Ну, короче, тогда... О! 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 Но не называй место, где ты стригся. В Татау. Нет, я это вырежу. За рекламу не платят мне. Березки Татау, гараж. Ладно, давай заново тогда запишем. Давай. Супер Татау. Как тебе стрижка? Как тебе стрижка? Отличная стрижка в Татау. В Березки Татау. Там есть такое место. Его никто не знает. Продавки за рубки. Подвластный ерешник. Блогер. Да, особенно я. Особенно я. Запомните это. Таскает сегодня Джин меня туда-сюда. Что-то какой-то херней страдаем. Куда мы едем? А ты что, машина? А, тут все. Сейчас мы едем в ковер. Центр молодежный. Я забываю постоянно, как там. Центр молодежных. Кое-что скоро замутит Джин. Будет очень весело, да? Нет. В апреле. Будет очень крутое шоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, такси. А ты не знаешь, что? Я специально здесь заговорил, потому что сам не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну просто то ли свет так падает, ну, я на нее смотрю, какой свет дурак. Свет падает, вон белый. Свет не горит. Я просто поблюсь мело, уйди в вас. Сабин, ты у меня в выпуске засветилась. Герой третьего выпуска «Жесть Саппера». Буду. Ну, уже как бы есть, сейчас. И? А знаешь, что я спрошу героев моих выпусков? Нет. Ни разу не смотрел мои выпуски. Там был Влад, Леха, я им один и тот же вопрос задавал. Выдручить? Да. Цвет, да? Это комфортно? Привет. Ответ ваш? А что все врут же? Они же обманщины. Получается, да. Я вам сразу говорю. Нет, я не буду говорить. Итак, сейчас мы устроим вам экскурсию. Пока вру. Е-е. Погнали. Итак, это ковер разоблачения. Пока вру. Поехали. Девчонки стоят, болтают. Это люди, люди. Непонятные люди. Итак, здесь что-то происходит. Люди играют. Кто-то стоит, кто-то сидит, кто-то... Тут вообще движок. Вот тут игры есть всякие. Может, возьмем игрушку себе какую-нибудь поиграем? В школу молодого предпринимателя. Ой, привет, девочки. Студейские трудовые. Студейские трудовые. Вы работаете, получается? Серьезно? Прям проводниками работаете? А вы учили? Ну, учиться же надо, наверное... А кто будет преподавать? А ты преподаватель? А, тогда на вы надо. Вы преподаватель? Джин втирает какую-то дичь. Я тут хочу сделать, короче, один проект. Нет, у меня есть прям вообще... Здесь есть нет... Прям из... Ну, как бы... Вот. Короче, все было очень скучно. Джин решил пригласить талантливую молодежь, чтобы они ему подкинули идей. А в итоге я им идей подкинул. Все. Мне надоело здесь находиться. О, Олег! Привет! Здравствуйте. Это мои пельмени. Что ты опять снимаешь? Снимай, снимай. Снимай, снимай. Да ролик лучше снимать. Деньги лучше зарабатывать. Вот ты меня... Меня зачем снимаешь? Я тебе деньги не плачу, понимаешь? Вот ты меня дротишь, а? Третий день уже. У меня в выпуске один джин. Короче, едем мы в Cinema 5 снимать ролик. Ролик в связи с последними событиями. Нужно выложить ролик на сайт во ВКонтакте и на сайт Cinema 5, чтобы люди наглядно, прям не прочитав и посмотрев, а наглядно могли по ролику посмотреть, куда в какой... Ну, в экстремальной ситуации, куда можно было выпить, выбежать, спрятаться, пройти, короче, все пожарные выходы, где лежат огнетушители, ну, всякая такая движуха. Так, есть какой-то сейчас зал свободный? Мы тут на целый день, да? На целый день в 3 часа надо будет. Я с утра сплю до часу, вообще можно не звонить мне. Ты так никогда денег не заработаешь. Что за погоня? Вот как работают профессионалы. Спектафон, петличка, видеосвет, посмотрите на это. Покажи мне, как это работает. Видеосвет. Вау! Вот это да! Профессионализм! Что-то у меня третий выпуск какой-то отстойный получается. Это все из-за тебя, наверное. Погодися, я что сделаю-то? Мог один раз везти, если у тебя достаточно было бы. Но нет, тебе на 3 дня. Так говоришь, как будто я там прям напрашивался. Синем вам 5 в городе Нижнекамске. Сейчас мы покажем вам все 5 кинозалов, как они оборудованы огнетушителями. И мы также покажем вам, как можно будет эвакуироваться в случае пожара. Итак, давайте посмотрим. Начнем с первого кинозала. Опять ты! Ну и на этом все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Всем спасибо, до свидания. Check it out!